Элегантный партнер проекта Элегантный партнер проекта Элегантный партнер проекта «Ну-ка посмотрим», — сказал старик «Кто из вас сможет закинуть камень на вершину горы?» Великаны рассмеялись и, подняв по валуну с такой легкостью Словно это были мелкие камушки Забросили их на самую макушку горы «Ловко», — похвалил старик «А теперь возьмите покрупнее» Великаны подняли валуны величиной семь человеческих голов И без труда забросили их за гору «Не поймешь, кто из вас сильнее», — сказал старый мудрец «Видите вот эти камни величиной с дом? Посмотрим, сколько каждый из вас сможет бросить таких камней Сперва левой, а потом правой рукой» Великаны тотчас взялись за дело Поднимая громадные валуны левой рукой Они закидывали их за высокие горы Скоро в долине не осталось ни одного камня «Клянусь семьей яркими звездами», — сказал старик «Никак не поймешь, кто из вас сильнее Мы уж со счета сбились Ступайте-ка в горы и найдите камень, который упал дальше других А потом возвращайтесь И мы посмотрим, кто из вас снова забросит его так же далеко Вот тогда и узнаем, кто сильнее» Продолжая громко спорить, великаны отправились искать камень, который упал дальше других А жители долины, не теряя времени, принялись обрабатывать землю, очищенную великанами И теперь нигде нет лучших хлебов, чем в узкой зеленой долине близ Лохшила Прелесть этой шотландской легенды в том, что никто великанов не обманывал Мне вообще неловко читать байки, вся соль которых сходится к тому, что некто умный надул более глупого Мудрец всего-навсего приложил всю мощь их векового спора к конкретной проблеме Ничего бы не изменилось особо, если бы великаны продолжали выяснять отношения далеко в горах Люди как жили в нищете, так и остались бы А теперь всем сразу стало хорошо Вот всегда бы так в жизни выяснения отношений условных великанов Воплощались бы на Ниве очистки условной долины от условных камней В конце концов, мы рождены, чтобы сказку сделать былью Может, пора попробовать? Нашелся бы мудрец Спокойной ночи Редактор субтитров А.Семкин